Александр Лещенко Александр Лещенко Александр Лещенко Александр Лещенко Александр Лещенко Ну, а те потом, конечно, ломанулись к ковчегу. Оркам лишь бы жрать. Тогда мы еле успели уплыть, едва не склеили ласты. Пришлось даже бросить нескольких наших. Установили в порту базовый лагерь. Выставили часовых, вечереет. Сейчас в город лучше не соваться, подождем до утра. Пытаюсь уже в который раз выйти на связь с другими ковчегами. Знаю, что все бестолку, но мне не хочется думать, что наш корабль последний. Прошло уже полгода с тех пор, как удалось связаться с американским ковчегом. Его капитан говорил, что все они заражены и постепенно превращаются в орков. Я поддерживал с ним контакт до последнего. До того, как раздались крики, вой мутантов, стрельба, а потом все стихло, стихло навсегда. Как же ненавижу эту дрянь, за которой нам приходится, как морским бомжам, скитаться по портам в порт и грабить города, словно рейдером. Я не помню точное название болезни, но лично я называю ее чума 21 века. Уж сколько в нем всяких болезней и эпидемий было, но эта дрянь самая поганая. И если бы она просто убивала людей, так нет. Избранных она превращает в мутантов, в орков. А те потом могут из любого человека, даже не болевшего чумой, сделать себе подобного. Но все же больше им нужны женщины, чем мужчины. Я как-то видел, как одну несчастную разорвали на куски десятки личинок орков, которые стали вылезать из нее. Вылезать и пожирать. Мерзкое зрелище. Я думал, что задохнусь тогда от рвоты. Но полегчало. Личинок и несчастную женщину сожгли из огнеметов. Но она до сих пор снится мне по ночам, умоляет спасти, а я ничего не могу сделать, только смотреть. Все утро перегружали контейнеры с медикаментами и едой. Надеюсь, что до обеда управимся, а там дойдет очередь и до цистерн с топливом. Тот человек так и не появился. Но отряд, посланный на разведку, обнаружил следы орков и еще каких-то мутантов. Похоже, что у них была с орками стычка. Много желтой крови, но тел не обнаружено. Загружали вторую цистерну в ковчег, когда по нам открыли огонь. Рейдеры и морской дьявол бы их побрал. Послал вперед броневик. Он уничтожил всех. Похоже, что тот человек был их разведчиком. Ну все, цистерна загружена. Можно и пообедать. Когда чума 21 века только появилась, все думали, что обойдется. Подумаешь, вирус гриппа очередной раз мутировал. Птичий грипп пережили, свиной грипп пережили, ковид пережили. И тебя, зараза, уж как-нибудь переживем. Но все становилось только хуже. Болезнь набирала обороты, число умерших составляло миллионы. Вакцины не было. Ничего не помогало. Тогда было решено построить ковчеги. Правительство считали, что это единственное спасение. Моря и океаны – отличные места для изоляции. Оказалось, что это только отсрочка. Несмотря на повышенные меры безопасности, на кораблях чума ухитрялась проникать и туда. И тогда она пожирала ковчег намного быстрее, чем какой-либо город. Разведчики доложили, что недалеко от центра города есть военная база. Плюс там еще больница и мегамаркет. Лакомые кусочки. Не хочется рисковать, но боеприпасов у нас не так много. Больница и мегамаркет подождут. Направляю всех на военную базу. Сообщили, что там много оружия, плюс несколько бронемашин. Есть даже парочка танков. О, нам не помешал бы даже один. Черт, замечены орки. Ребята, хватайте танки и возвращайтесь. Срочно возвращайтесь. Появились какие-то черные мутанты. Здоровенные, твою мать, я так и знал. Они дерутся с орками, но и на наших тоже нападают. Один танк потерян. Ему снесли башню. Три бронемашины просто разорваны на куски. Уничтожены два грузовика с боеприпасами. Давайте, ребята, быстрее. Мы будем ждать вас до последнего. Приготовьте ракетные установки. Двигатели ковчега включить. А вот и наши парни. На танке. С бронемашинами и с грузовиками боеприпасов. А сзади них чума меня забери. Огонь! Чего ждете, мать вашу? Загоняйте технику! Все, отчаливаем! Ракеты рвут на куски черных тварей, но они очень быстрые и ловкие. И это несмотря на размер. Одной даже удается запрыгнуть на палубу ковчега. Мы расстреляли ее из крупнокалиберных пулеметов. Фух! Могло быть и хуже. А так мы хорошо поживились. Назову-ка я этих черных тварей троллями. Ковчег выходит из порта. Конец рассказа.